Итак, уважаемые дамы и господа, с огромным удовольствием спешу вам сообщить о том, что после непродолжительного перерыва Алексей Орлов у нас на связи и мы обязательно с ним встретимся в программе «Моя Америка». Алексей, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа. Двухнедельное отсутствие, я думал о вас. Я рад, что я снова с вами. Я, как обычно, окунулся в историю. Это вовсе не означает, что когда мы начнем с вами обмен мнениями, что вы обязательно должны задавать вопросы по той теме, которую я вам расскажу. Вопросы на любую тему. Итак, я поговорю сегодня о том, о войне Севера и Юга и Конституции Соединенных Штатов. Ну, мы все с вами знаем, это общепринято. Историю пишут победители. И поэтому сегодня, полтора века спустя, со временем завершения войны между Севером и Югом, во многих книгах, телепередачах, фильмах об этой войне, мы не всегда обнаружим с вами правду, которая касается законного права Южных Штатов выйти из состава Соединенных Штатов Америки. И я подчеркиваю, с законного права. Сегодняшние апологеты культуры отмены, канцл Карше, они объявляют предателями политиков и генералов Конфедерации. Мы знаем, совсем недавно по распоряжению госпожи Нэнси Пелоси из Капитолия были вынесены памятники людям, которые были связаны с Конфедерацией. Их обвиняют сегодня, в частности, в том, что они нарушили клятву верности Соединенным Штатам. Между прочим, во-первых, они никакую клятву верности не давали. Это во-первых. Во-вторых, в то время, далекое уже время, жители определенных штатов считали себя прежде всего гражданами этих штатов, а не гражданами Соединенных Штатов Америки. Особенно это было распространено на юге. Вирджинцы считали себя гражданами Вирджинии, северокаролинцы гражданами Северной Каролины, жители Джорджии, гражданами Джорджии, и генерал Южан Томас Каменная Стена Джексон, Стоунволл Джексон, он говорил, что Конфедерация сражается против агрессоров Севера во Второй войне за независимость. Вот так. На юге эту войну называли Второй войной за независимость, и были другие названия, но гражданская война, это название в те времена не прижилось. И все без исключения военачальники Южан, все без исключения, в том числе главнокомандующий Южной Армией, президент Конфедерации Джефферсон Дэвис, и командующий армией Северной Вирджинии Роберт, и это была крупнейшая армия Конфедерации, они не сомневались. Конституция Соединенных Штатов гарантирует штатам право выхода из состава Союза. И у них были основания в этом не сомневаться. Давайте мы с вами познакомимся с Конституцией. Познакомимся с Конституцией, точнее, с десятой поправкой. Конституцией, она самая последняя в Билле о правах, мы знаем, в Билле о правах 10 поправок, но она далеко не последняя по значению. Конституция определяла, как мы знаем, далеко не все права граждан. Именно поэтому был принят Билль о правах. Он служил своего рода дополнением Конституции. 10 поправок. И Билль о правах ликвидировал пробел того, что не хватало. В частности, Билль о правах предусматривает свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу вероисповеданий, право владения оружием, неприкосновенность личности, имущества и личных бумаг. Всего этого в Конституции не было. Билль о правах ввел эти правила в Конституцию. В том числе и право граждан каждого штата добиваться выхода штата из состава союза. В Конституции об этом ничего не написано. В Конституции об этом не написано. Но давайте мы обратимся к 10 поправке Конституции. Она коротенькая поправка, я прочитаю ее полностью. Полномочия, которые делегированы Соединенными Штатами настоящей Конституции, и пользование которым и ею не запрещено отдельным штатам, не запрещено отдельным штатам, сохраняются за штатами либо за народом. Итак, в 10 поправке не перечисляются и не уточняются права, сохраняемые за штатами. Это и невозможно перечислить все права. Право, касающееся местного самоуправления, образования, регулирования торговли, торговых отношений и так далее. В их числе не написаны права штата и права народа решать вопрос о выходе из состава союза. В том, что такое право даровано 10 поправкой, это не вызывало ни малейших сомнений ни у отцов-основателей нашей республики, ни у политиков и юристов последующих поколений. Я сейчас вам процитирую слова Авраама Линкольна, сказанные им в 1847 году, то есть за 14 лет до начала Гражданской войны. В 1847 году Авраам Линкольн был кондрессменом, депутатом Палаты представителей от Иллинося. Вот его слова. «Каждый народ имеет право отказаться от существующего правительства и оформить новое, лучше отвечающее его интересам». То есть Авраам Линкольн, конгрессмен Авраам Линкольн, в 1847 году не только не исключал, но и считал, что это необходимо подчеркнуть. «Каждый народ, каждого штата имеет право на создание своего лучшего правительства». И конгрессмен Линкольн был не первым, он далеко не первый, кто трактовал Конституцию так, как и ее авторы. Авторы – это 55 замечательных светлых умов, которые собрались летом 1700-1787 года в Филадельфии на Конституционный конвент. Вопросы о правах штата были в числе главнейших на этом собрании. И уже после конвента и после принятия Беля о правах эти вопросы не поднимались и не обсуждались. И вот что нужно сказать, дамы и господа. Если мы представим себе хотя бы на одну секунду, что кому-нибудь из 55 делегатов конвента пришла в голову мысль внести в Конституцию запрет штатам на выход из Союза, ну, во-первых, такого бы делегата попросили бы в ООН, но такого бы не было. Если бы вдруг такой вопрос был поставлен на голосование, он был бы отвергнут. Потому что вход в их состав Союза был добровольным. Если вы добровольно решаете быть с кем-то, с чем-то в Союзе, то, естественно, вы имеете право выйти из состава этого Союза. Далее. В 1798 году законодательное собрание штата Кентаки протестовало против принятия Конгрессом закона об иностранцах и подстрекательствах мячужу. В резолюции законодателей штата Кентаки резолюция была составлена будущим президентом Вирджинсом Томасом Джофферсоном. Подчеркивалось, «Деятельность федерального правительства основывается на договоре между штатами. Если правительство федеральное присваивает себе полномочия, не предоставленные ему штатами, штаты могут объявлять его действия антиконституционными». Двинемся дальше. В 1789 году подобную резолюцию приняло и законодательное собрание Вирджинии, причем такую резолюцию написал будущий президент Джеймс Мэдисон, а Джеймса Мэдисона мы называем «отцом Конституции». Во время Филадельфийского конституционного конвента он ввел записи. То есть отец Конституции считал совершенно нормальным, если будут штаты выходить из состава Союза. И у нас с вами есть еще один пример. Очень интересный. В декабре 1814 года представители штатов Новой Англии – это Массачусетс, Коннетикут, Род-Айленд – они встретились в Харффорде, это столица штата Коннетикут, чтобы обсудить вопросы, связанные с войной с Англией. Ну, мы помним с вами, что была война, она вошла в историю как война 1812 года, но она продолжалась весь 13-й год, завершилась только в конце 14-го года. Более того, договор о мире был подписан в декабре 1814 года, но в городе Генти, это Бельгия, никакого телеграфа тогда не существовало, телефона тем более не существовало, интернета тем более не существовало. Ну и пока сведения о мире, о подписанном мире, декабрь 1814 года, пока эти сведения шли в Соединенные Штаты, генерал Эндрю Джексон успел под Новым Орлеаном разгромить армию англичан. Это уже мир был заключен, но война продолжалась. Так вот, в декабре 1814 года представители трех штатов Новой Англии встретились в Харффорде, чтобы обсудить возможность выхода из состава союза, потому что представители этих штатов не считали войну с Англией допустимой. Таким образом, у нас есть очень много примеров. Давайте теперь поговорим о праве штатов на выход из состава США. Мы не можем с вами пройти мимо одного очень интересного учебного курса в программе военной академии West Point. Учебный курс, о котором я сейчас расскажу, был в программе West Point, это военная академия, учебный год 1825-1826. Будущие офицеры и генералы штудировали и обсуждали книгу Ильяма Роули. Книга называла это «Взгляд на Конституцию», то есть в течение целого учебного года. Будущие офицеры и генералы, кадеты в то время, курсанты военной академии обсуждали книгу «Взгляд на Конституцию». Это было учебное пособие по конституционному праву. И вот анализируя Конституцию, Роули, автор этой книги, не выражал ни малейшего сомнения в праве каждого штата выйти из состава Союза. В частности, он пишет, я процитирую, это интереснейшая цитата из книжки «Взгляд на Конституцию». Выход штата из состава Союза зависит от желания народа этого штата. Как мы уже знаем, народ обладает властью изменить Конституцию. Роули объясняет, народ штата Высшедшего и Союза лишается всех привилегий, которые мы причитались по законам Союза. И вот что интересно, дамы и господа, вот в этот учебный год, 1825-1826 год, среди кадетов, курсантов военной академии были будущий сенатор Джефферсон Дэвис, и он будущий президент конфедерации, и будущий генерал Роберт Ли. Они изучали, они изучали право каждого штата выйти из состава Союза. Более того, если мы обратимся к военной академии Уэстпойнт, ее завершило 306 будущих офицеров и генералов конфедерации. Ни один из них никогда не сомневался, что каждый штат имеет право выйти из состава Союза. Итак, десятая поправка Конституции, повторю еще раз, в этой поправке записано то, что не запрещено Конституцией, делегируется для решения народа каждого штата. Поскольку в Конституции не было записано запрет о выход каждого штата из состава Союза, то, соответственно, каждый штат имеет право выйти из состава Союза. В 1861 году Южные штаты сформировали конфедерацию, руководствуясь Конституцией, а когда Союз спровоцировал войну, они сражались за свою независимость. Подчеркну еще раз, многие южане называли гражданскую войну войну за независимость, кстати, дамы и господа, название гражданская война на мой взгляд, и не только на мой взгляд, совершенно не подходит к войне Северо-Юга. И вот почему. Все гражданские войны в истории, абсолютно все, это были войны за власть в стране. Такой была война в Англии, которую вел Кронвель. Такой была французская революция. Если мы вспомним Россию, такой была война гражданская между белыми и красными. Кто получит власть? Такой войной гражданской была война в Испании. У кого будет власть? У республиканцев или у фашистов? Война между Севером и Югом не была борьбой за власть. Это была борьба для южан за независимость от Союза. Теперь, если мы с вами познакомимся с реакцией реакции северян на решение южан 13 южных штатов выйти из состава Союза, то мы с вами лучше поймем, чем руководствовался северяне, чем руководствовался Союз, вступая в эту войну. К примеру, президент Линкольн, он руководствовался в первую очередь экономическими целями. Он воскликнул однажды, я процитирую, президента Линкольна. Он уже президент, он уже не конгрессмен, который в 1847 году считал, что право каждого штата выйти из состава Союза нормально. Война началась. Позволить югу отделиться, а где же тогда мы получим свои доходы? Вот так. Давайте познакомимся с газетами северных штатов в предвоенную пору и в первые дни и месяцы войны. Окей, давайте. Вот начнем, например, с прекрасной цитаты из Нью-Гэмпшерской газеты за Манчестер Юнион Демократ. Ну, это газета Нью-Гэмпшер, Северян, вот газета пишет, Южная конфедерация не прибегает к услугам наших судов и не покупает наши товары. А что наш торговый флот без нее? Ну, совершенно естественно, что значит торговый флот Северян без Южан. Северные порты во время войны, во время зимы замерзали. Южные порты работали, с северным портам было очень плохо. Это у нас писала газета The Manchester Union Democrat. Обратимся к Нью-Йоркской газете New York Evening Post. Она беспокоилась об выполнении федеральной казны за счет налогообложения Южных Штатов. New York Evening Post газета восклицала, вопрошала, что будет сделано, чтобы получить доход. О, конечно, дойная корова исчезала, как они будут получать доход. Газета The New York Times жаловалась на потерю дохода, поскольку стало невозможно собирать налоги в Южных Штатах. Интересную книжку написал Джеймс Маршал Корнелл. Книжка называлась так «Грант как военный командир». Речь шла о Булисе-Гранте, который был командующим главной армией северян во второй половине гражданской войны. Он писал «Действительные проблемы, разделившие север и юг, были политическими и экономическими. Север стремился защитить свою промышленность тарифами на импорт из-за границы, прежде всего из Англии. Юг протестовал против тарифов, поскольку опасался, что Англия ведет в качестве ответной меры тарифы на хлопок. Естественно, если вводятся тарифы на возимые в Англии товары, то Англия как ответ возит тарифы на сырье, на хлопок, а сельское хозяйство юга нуждалось в свободной торговле. Бестарифной промышленность севера требовала отказа от свободной беспошлиной торговли. Обратимся к современным историкам, а современные историки пишут много интересного, но они сравнивают. Они говорят, север это 22 миллиона жителей, юг 9 миллионов жителей всего, север это уголь, это металл, продукты питания, железные дороги, банки, юг окей, табак, хлопок, сахар, и вот на основании вот такого сравнения современные историки приходят к выводу, экономика войны севера и юга тут абсолютно ни при чем, но абсолютно ни при чем. Я не повторяю победить миф о богатом индустриальном севере и бедном аграрном юге. Это мифы, фейк, фейк. Обратимся к фактам. Если бы в 1860 году юг был независимым, его экономика была третьей в мире, третьей в мире. После севера первый номер, после Англии второй, экономика юга была третьей в мире, после Франции, Италии, России, против всего остального. На территории юга проходили 33% всех железных дорог Соединенных Штатов. Повторю еще раз. Все южные порты работали круглый год. Многие главные порты на севере зимой не функционировали. Еще интересный факт. Согласно Бюро переписи населения, мы знаем, согласно Конституции, перепись населения проводится раз в 10 лет, каждые 10 лет. Так вот, перепись населения 1860 года, это последняя перепись перед гражданской войной. Она показала, средний доход южан был на 10% выше, чем у северян, которые жили к западу от штатов Нью-Йорк и Пенсильвания. То есть, средний доход южан был выше, чем в Иллинойс, в Мичигане, то есть штатов, которые находятся к западу от Пенсильвании и Нью-Йорка. А когда война закончилась, победители хлынули на оккупированные территории, прибирая к рукам все, что только возможно. Ну, от столового серебра и стульев до сотен и тысяч акров львов, лесов, лугов, озер. А вскоре победители засели за сочинение, будто бы о борьбе благородного севера за освобождение негров из неволи против погрязшего юга. Итак, дамы и господа, полтора с лишним века спустя нам повторяют все это в школах, в университетах, в прогрессистских СМИ. Культура отмены хочется закрепить эту ложь навечно. Когда мы с вами слышим, что президент Джефферсон Дэвис, генерал Роберт Ли, другие дети предатели конфедерации предателями, я приведу вам только один пример. Ну, мы с вами знаем, что предатели войны, их победителями принято судить, правильно? Ну, принято судить. Человек предал, нарушил закон, нарушил присягу, его следует судить. Я спрашиваю, а почему Джефферсона Дэвиса не судил никто? Почему Роберт Ли, его не только никто не судил, он стал президентом Калледжи, никого из других генералов не судили. И вот интересный факт. Джефферсон Дэвис был арестован, он провел несколько месяцев в тюрьме, и на севере раздавались голоса с требованием его судить. Но на севере нашлись знающие закон юристы, которые сказали, делать этого ни в коем случае нельзя, потому что любой суд, который будет опираться на закон, оправдает президента конфедерации Дэвиса, ибо он никаких законов не нарушал. Именно поэтому Джефферсон Дэвис был отпущен из тюрьмы, получил право где жить, где хотел. Он ездил в Англию конфедератом, которые южаном, которые бежали из Соединенных Штатов. Он ездил в Канаду, никто из так называемых предателей не был судим. По одной причине, они не были предателями. Повторю еще раз, Конституция Соединенных Штатов гарантировала право каждого штата выйти из состава Союза. Об этом нам сегодня не скажет никто, не скажут журналисты, нашим детям это не скажут в школах, не скажут в университетах, но нам бы хорошо бы это все знать. Особенно в те дни, которые мы с вами переживаем, когда история Соединенных Штатов переписывается слева направо, ну примерно точно так же, как в Советском Союзе переписывалась история старой России. На этом я ставлю точку в монологе, дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут. Мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». В этом сегменте Алексей любезно согласился, как всегда, принять ваши звонки, ответить на ваши вопросы, обменяться мнениями, поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона, у нас в студии 847-400-5200-400-5200, и мы принимаем первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, Алексей. Алексей, вот, кубинцы, воспользовавшись вашим двухнедельным отсутствием, устроили недовольство у себя на родине, против, значит, своего коммунистического руководства, скажите, пожалуйста, вот, БЛМ также выступает против нашего руководства, и требует, чтобы сняли санкции с Кубой, и, возможно, и выделить какие-то там компенсации 60-летний блокаду Кубинск, свободы, значит, вот, и родство свободы, как это было, произошло с Ираном. Как вы думаете, видите, БЛМ является неотъемлемой частью демократической партии, будут ли сняты санкции, и как это отразится в дальнейшем их судьбе Кубрии? Спасибо. Вопрос замечательный, ну, БЛМ, конечно, влияет на наше правительство, я думаю, что очень сильно влияет, я имею ввиду на администрацию Байдена, Байдена Харрис, на демократов в Конгрессе, но все дело в том, что есть вещи, которые нельзя снять президентскими указами, должно быть соответствующее решение Конгресса, причем и обоих палат, и палаты представителей и Сената. Поскольку в следующем году состоятся промежуточные выборы, это разыграются все 435 мест в палате представителей и третья часть мест в Сенате, 33, то это мое предположение. Значит, то, что предлагает вот эта самая марксистская организация, это не может быть пользоваться популярностью во всей стране. Люди, которые голосуют в палате представителей в Сенате, им нужно ориентироваться не только на то, что от них требует БЛМ, это Black Lives Matter, но и ориентироваться на своих избирателей. Если представить на минуту, что такое, то, о чем вы сказали, будет поставлено на голосование в палате представителей и в Сенате, и кто-то поддержит БЛМ из конгрессменов и сенаторов, то совершенно естественно соперники этих демократов, будем говорить конкретно конгрессмены демократы и сенаторы демократы, они попадут под огонь критики их соперников республиканцев. Поэтому мое предположение до выборов 22-го года эти вопросы в Конгрессе обсуждаться не будут и призыв БЛМ к чему были бы связаны с Кубой осуществляться не будет. Это мое предположение. Что-то может сделать Байден президентскими указами, но я не думаю то, о чем вы говорите, можно сделать президентским указом, требуется решение Конгресса. Спасибо за вопрос. Спасибо большое, Алексей. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Михаил. В отношении психологического и политического обработки населения, особенно молодого, здесь ничего не попишешь. Вырастает поколение за поколением и получается соответствующую психологическую подготовку и они передают следующему поколению. Так что этот путь к сожалению неизбежен. Что касается южных штатов и президента Джефферсона, то я должен сказать, что я абсолютно их поддерживаю. Они бороли за свои права. Север фактически жил за счет с юга. 80% всех налогов сдирали с юга и заставляли покупать негодную продукцию с севера придорого, хотя они могли покупать в Англии дешевле и так далее. То есть они восстали по той самой причине, что Соединенные Штаты восстали в свое время против Англии. Они хотели жить как люди, а не так, как им приказывали из Вашингтона. Я не буду комментировать ваше второе положение, потому что то, что Вы сказали, это абсолютно точно спорить здесь нечем по существу. То, что Вы сказали, это факты и естественно не спорят. То, что Вы сказали в начале Вашей первой части, я должен с Вами согласиться и вот почему. Окей, мы надеемся, что на выборы 22-го года, скажем, в следующем году республиканцы отвоюют Палату представителей, может быть, отвоюет Сенат. Мы можем надеяться, скажем, что в 24-м году снова республиканец придет в Белый дом. Но это все временное явление. Речь идет о поколениях. И звонивший того, господин совершенно прав. Из поколения в поколение идет оболванивание американцев. Сегодня громадный процент американцев, громадный процент американцев верит в социализм, не верит в капитализм, считает Соединенные Штаты российским государством. Это плоды образования. Все дело в том, что те люди, которые преподают сегодня в школах, а затем в университетах, они воспитывают американцев вот точно в таком же духе. Поэтому заглядывая далеко вперед, не в 22-й год, не в 24-й, а гораздо дальше, следует предположить, я не настаиваю на этом предположении, я не настаиваю на том, что я абсолютно прав, но следует предположить, что да, наша страна изменится, она меняется, и в конце концов она может прийти к чему-то, ну, скажем так, в какой-то степени напоминающие какие-то социалистические страны, опять-таки забудем о Советском Союзе, о нацистской Германии, о коммунистическом Китае, это крайности, но в принципе страна может от капитализма остаться немного, какие-то какие-то частные компании, частные лавочки, а страна может стать социалистической, я надеюсь, что этого не произойдет, но если поколение за поколением будет воспитываться так, как начали воспитывать в 60-е годы, ведь, глядите, изменение в учебе началось в 60-е, 70-е годы, сегодня уже третье поколение 21 века, то есть прошло 40-50 лет, что будет еще через 20-30 лет, мы можем только гадать, если образование в школах, обучение в школах и в университетах будет такое же, как сегодня, то, естественно, родится поколение людей, они будут в большинстве в полном эти новые люди, которые будут считать, что капитализм это плохо, грустный прогноз, но, дамы и господа, я полагаю, я не знаю, я думаю, что среди моих слушателей не много, 20-15-10-летних, а люди моего поколения или чуть даже помоложе, я же не говорю, часть постарше, я люблю в таких случаях говорить, нам повезло, мы застали прекрасную Америку, что будет после нас решать нашим детям и нашим внукам, большое спасибо за вопрос, вопрос очень интересный и эту тему можно обсуждать бесконечно. Спасибо, Алексей, давайте мы принимаем следующий звонок, добрый день, говорите, пожалуйста. на прошлой неделе группа конгрессменов из Техаса срочно полетели к Нэнси Пелоси в Вашингтон и привезли ей подарок. Вопрос на зацепку. Какой подарок привезли они к Нэнси Пелоси? Подарок? Это вы меня спрашиваете? Ну там несколько человек заразил их ковидом, заразили ковидом. Секунду. Вы знаете, я отношусь к тому, что сделали вот эти демократы из законодательного собрания Техаса, но как к какому-то всплеску, который имеет право на существование. Давайте говорить откровенно. Эти люди получают зарплату из казны штата Техас. Получают зарплату за свою работу. Я не знаю, какие у них зарплаты, какие годовые клады. Это все-таки я знаю, депутаты Конгресса и депутаты Сената, они все-таки местные законодатели, но я думаю, что и у них в общем-то где-то под 90-80 тысяч, может быть, у кого-то там больше 100 тысяч. они получают деньги из казны штата. Значит, отказавшись участвовать в работе законодательного собрания своего и поехав куда-то, они просто не работают. То есть я, будь я на месте губернатора штата Техаса, я бы их лишил на это время. Во-первых, зарплаты, во-вторых, бенефитов. Там, конечно, бенефиты не только на них, но на их семью. Значит, их нужно бить рублем. Но это то же самое, это как бы забастовка. Но если люди, так сказать, работники, не знаю, какого-то, какой-то фирмы отказываются выходить на работу. Ну, отказываются. Ну, наверное, руководители фирмы говорят, ребята, пока вы не выйдете и не вернетесь, на то время, что вы отсутствуете, вы не будете получать зарплату. Ну, и этих людей тоже нужно лишать зарплаты. Я не знаю, как будут развиваться события, рано или поздно им придется все-таки вернуться на работу. что они делают, это вызывает, у меня, ямск, у меня ли это вызывает улыбку. Ну, улыбку, потому что это, они не в состоянии, демократы, в законодательном собрании Техаса, в меньшинстве, они не в состоянии помешать республиканцам принять какие-то законы, ну, законы штата. то, что они делают, они думают, но не оттянут принятие законов. Ну, на большее они не способны. У меня они вызывают улыбку, у людей, которые их поддерживают, у демократов, им аплодируют. Вы знаете, что они даже, кто-то пожертвовал здоровьем, заразился китайкой, пожертвовал здоровьем в знак протеста против ужасных законодательных республиканцев. Это пройдет. Пройдет. Будем следить за развитием событий. Я думаю, скоро они вернутся на работу и примут участие в том, в чем должны принимать участие в законодательном процессе штата Техаса. Не будем придавать большого значения этому событию. Спасибо за вопрос. Спасибо, Алексей. А принимаем следующий звонок. Спасибо, что подождали. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Спасибо за ваши интересные передачи, Алексей. У меня, по-моему, какие-то два вопроса. Первый вопрос. После того, как это была, как говорится, негражданская война, война за освобождение, вы как-то говорили, что в прошлой передаче по Нью-Йорку вы говорили, что Верховный суд принял законы какие-то, которые не позволяют больше каким-то штатам выйти из Союза. Я бы хотел узнать побольше, если вы бы рассказали об этом, что было принято, или это конституционно, или нет, потому что если сейчас, например, решит какой-то штат выйти из Союза, например, Тексас, или, допустим, другой, Флорида, или кто-нибудь еще, может быть, у них, в принципе, нет никаких шансов, что было принято, или закон, или это. А второй вопрос. Вот мы рассказывали про Дэвиса, который был президентом Юга, и он, в принципе, не был осужден, ничего, но люди, которые были 6 января, просто прошли по зданию Капитолии, они до сих пор сидят, и меня просто удивляет, и ваше мнение, и что происходит, почему никто, не из пунканских сенаторов, или там представителей, не выступает, чтобы с этими, судьбами этих людей что-то решили, потому что они 5 месяцев, или 6 месяцев сидят в тюрьмах, и до сих пор не выставлено никаких требований, там что-то пошло по телевизору, один вроде принял, признал себя виноватым, но, в принципе, какой-то закон должен быть, это же, как говорится, закон существует, и молчание республиканцев, и всех это вызывает возмущение, и с одной стороны, недоумение тоже, ваше мнение, и что вы знаете? Перед тем, я на ваш вопрос я отвечу точно, в следующей передаче, вот почему, я не помню точно решение Верховного Суда, как оно было сформулировано, когда оно было принято, это, по-моему, 70-е, 80-е годы 19 века, я не хочу гадать, но решение было такое, значит, когда Верховный Суд рассматривает любой закон с точки зрения его конституционности, это традиция, которая была заложена председателем Верховного Суда Джорджа Маршалла, в самом начале 19 века, то есть любое дело, которое поступает в Верховный Суд, оно рассматривается с точки зрения конституционности, но я приведу, может быть, дикий пример, было поступать закон о праве женщины на аборт, и Верховный Суд принимает решение о том, что право женщины на аборт гарантировано конституцией, любой закон, значит, Верховный Суд, когда рассматривался вопрос о выходе Штатов из состава Союза, уже после завершения войны, Верховный Суд принял решение о том, что это противоречит Конституции, нужно для того, чтобы подробно об этом говорить, нужно мне просто познакомиться с формулировкой Верховного Суда, потому что логичный вопрос, как же так, вы скажете, Алексей, только что вы говорили о десятой поправке Конституции, которая позволяет это сделать, считает антиконституционным, с какой стати Верховный Суд принимает какое-то решение, что это антиконституционно, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно познакомиться с этим решением Верховного Суда, которое не отменено до сих пор, а поскольку оно не отменено до сих пор, то ни один из Штатов, никакой Штат не может выйти из состава Союза, даже если предположить, что они приведут референдум, и большинство населения скажет, что нужно выйти. Поэтому я не хочу заниматься гаданием для ответа на ваш вопрос. Я хочу изучить это дело, подробно прочитать и потом вам доложить. Это первое. Что касается второго, я бы не... Можно, конечно, вопрос, почему республиканцы молчат? Все дело в том, что республиканцы и в Палате представителей, и в Сенате меньшинство, обладают меньшинством. Окей, в Сенате 50-50, но решающий голос предложит Камали Харрис, вице-президент является председателем Сената, решающий голос предложит. Поэтому, чтобы республиканцы по этому вопросу не говорили, это все будет задроблено. Это первое. И есть второе. Многие республиканцы так напуганы тем, что произошло 6 января, напуганы не самими событиями, а откликами в прессе, в большой прессе, в большинстве средств массовой информации, что это называют чуть ли не заговор, не попытка военного переворота. И многие республиканцы, законодатели напуганы до такой степени, что они боятся что-то даже вякнуть, поскольку если кто-то из них осмелится вякнуть, и вот тут же могут быть обвинены о них его обвинят Нью-Йорк Таймс, Вашингтон, ПОС, СНН и вся такая компания средств массовой информации обвинят в том, что он потакает нарушителям, революционерам, бунтовщикам, поэтому с одной стороны голос республиканцев в палате представителей в Сенате не может быть услышан, с другой стороны если кто-то из них вдруг что-то скажет, то он может оказаться под атакой средств массовой информации. Я с вами совершенно согласен, что как это так? Десятые до сих пор только один признал себя виновным, по-моему, его приговорили к шести местам дюремного заключения, другие сидят как бы и неизвестно когда дело сдвинется с мертвой точки. Я, вы знаете, я знаю об этом ровно столько же, сколько знает любой из вас, потому что я пользуюсь теми источниками информации, поэтому я не знаю когда будут судимы эти люди, будут ли их судить, я думаю, что их судить в открытом суде не будут, потому что в открытом суде очень трудно будет доказать их вину. Видимо, вот эти власти прокуратура, федеральная прокуратура надеются, что вот как человек, который признал себя виновным во вне судебном порядке, то может быть и остальные люди, которые арестованы, один за другим начнут признавать себя виновными во вне судебном порядке, ну и будут награждены каждый из них три месяца тюрьмы, шесть месяцев, не исключено, что человек, который получил шесть месяцев тюрьмы, что он уже на свободе, потому что он шесть месяцев уже отсидел. Вот и все. Так что, вот такое мое предположение. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, скажите, пожалуйста, ну не мне вам говорить, вот в Советском Союзе, ведь, ну не в такие лютые времена, был институт правозащитников. Почему? Здесь никто, нет, что не существует правозащитников, которые могли выступить в защиту этих самых арестованных, которые фактически без всякой вины и без допущения адвокатов там находятся. Как это получается? Вы знаете, я, по-моему, на ваш вопрос ответил предыдущему господину, потому что люди просто, правозащитники, а тех, вы говорите о правозащитном движении, люди просто опасаются начинать снижать защитных людей. Ну, я вам говорю, в Советском Союзе, как, вы знаете, как было, почему здесь вот так происходит? Страна, которая ущила всех демократии, понимаешь? Не, опять-таки, значит, в Советском Союзе правозащитное движение существовало прежде всего, потому что, ну, там был закон, что дышло, куда повернешь, сюда и вышло. То есть, по существу закона нет. Значит, наша страна, Соединенные Штаты, все-таки основаны на каком-то законе, и все-таки закон существует. Мне, например, есть вещи, которые мне непонятны. Вот эти люди находятся в заключении, я не знаю, где они сидят, как сидят, так сказать, ну, видимо, на голод не жалуются, допустим. Мне интересует, у кого-то из них есть адвокаты? Вот это как, насколько мне известна информация, адвокатов к ним не допускают, в основной части. Вообще не допускали. Опять-таки, до какой степени это не противоречит закону, если адвокатов к ним не допускают? Вы знаете, ваш вопрос вообще. Вот хорошо бы адресовать не мне, я не юрист, я даже не любитель юриста, я интересуюсь, естественно, юриспруденцией, какими-то законами, но есть вопросы, на которые я просто не могу ответить, потому что у меня нет соответствующего образования, я очень многих вещей не знаю. Я знаю, что, например, на нашем радио сотрудничает Борис Палат. Насколько я знаю, замечательный человек, мой товарищ, мой друг. Вопрос, который вы задали, вот ему бы хорошо адресовать этот вопрос, он может вам дать в разумительный ответ. Мой ответ это гадание на кофейной гуще. Может быть так, может быть не так. Я просто не знаю законов. Вот и все. Ну, просто очень печально, что это все вопрос происходит. Печально, я с вами согласен, это печально. Итак, Алексей, у нас есть ваших три минутки на заключительное слово. Прошу вас. Заключительное слово состоит из двух частей. Часть первая. Значит, дамы и господа, на следующей неделе я буду рассказывать о совершенно возмутительном событии. Абсолютно возмутительном. 10 июля, в субботу, в мой день рождения, поздравили меня, в горло Ди Шарлотт, Свилл, снесены три памятника. Роберту Ли, окей, мы знаем почему. Стоунволл Джексону, мы знаем почему, но снесен памятник Кларку и Льюису. Льюису и Кларку, двум выдающимся путешественникам, которые проделали путь от Сент-Луиса через скалистые горы, понятия не имея, что там есть горы, это в самом начале 19 века. Их памятник снесен. Об этом я буду говорить абсолютно возмутительное событие в городе Шарлотт-Свилл. Это первое. Второе, дамы и господа, я показываю вам, вышла из печати моя книжка «Черные рабовладельцы». Эта книжка, насколько я понимаю, пользуется успехом. Она названа «Черные рабовладельцы» по первой главе. Это первая глава «Черные рабовладельцы». Я рассказываю о том, что в Соединенных Штатах по переписи 1830 года в нашей стране было более 3000 черных, которые владели более чем 12000 черных рабов. Это первая глава. Здесь есть и другие интересные материалы. Интересные о Джозефе Маккарти. Интересная глава о трагедии семьи Кеннеди. Почему в Кеннеди гибли люди один за другим. Есть главы, например, почему Максим Горький возненавидел Нью-Йорк. Мы помним его очерк «Город желтого дьявола». Между тем, когда он приехал в Нью-Йорк, он влюбился в этот город с первого взгляда. Почему он его не взлюбил? Есть и другие интересные материалы, дамы и господа. Эту книжку вы можете купить, во-первых, на Amazon.com. Amazon и Lula.com. Вы эту книжку можете также купить у меня, если вы напишите на мой имельный адрес one-masha-orlov at gmail.com. Сообщите свой. Сообщите свой домашний адрес. Я вам отправлю книжку на lulu.com и Amazon.com.com Она стоит 17 долларов плюс почтовые расходы и налоги. У меня она стоит 20 долларов, включая почтовые расходы и включая мой автограф. На этом, дамы и господа, я прощаюсь с вами до следующей среды. Всего хорошего и будьте! Будьте здоровы!